5 августа во всем мире отмечают необычный праздник – Международный день светофора. В России впервые светофоры появились в Ленинграде в 1930 году, а в Нарьинмаре первый светофор был установлен лишь спустя 70 лет – в 2000 году на перекрестке улиц Влучейского-Октябрьская. Красный стой, желтый готовься, зеленый иди. Этим правилом учат еще в детском саду. И не зря. Светофоры помогают в организации дорожного движения и обеспечении безопасности водителей и пешеходов сокращают количество дорожно-транспортных происшествий. На территории города Нарьинмар и поселка Искайтали на уличной дорожной сети расположены 34 светофорных объекта всего. То есть это светофоры типа Т1 с дополнительными секциями в виде зеленых стрелок, а также светофоры Т7, то есть транспортные светофоры. Также дополнительно для информирования пешеходов с ограниченными воздействиями возможностями может оборудоваться светофором звуковым сигналом. В данном случае он также реализован. При поломке светофорный объект переходит в аварийный режим – мигающий желтый сигнал. В таком случае участники дорожного движения должны руководствоваться знаками приоритета. Также переход в желтый мигающий предусмотрен при снижении интенсивности движения транспортных средств. То есть у нас нет единого центра, который регулирует все светофорные объекты, и в каждой заложена программа, по которой она работает. В часы пик, допустим, данный светофорный объект по наиболее загруженным направлениям движениям увеличивает длительность разрешающего сигнала светофора примерно в два с половиной раза. Для установки любого объекта на автомобильной дороге нужно провести определенную процедуру, внести изменения в проект организации дорожного движения, разработать схемы и только потом проводить работы. Так, например, для обеспечения безопасности детей и родителей в 2018 и 2019 году были установлены светофорные объекты. На содержание в МБУ Чистый город 10 светофорных объектов установлены светофоры типа Т7 для обозначения именно пешеходных переходов в районе образовательных учреждений. Данные светофоры не требуют программирования. Их можно установить, зная основы электрики. Исправность светофорных объектов проверяется ежедневно с помощью мониторинга. От какой энергии они работают? От солнечных батарей, от аккумулятора. И в том числе на некоторых объектах подключено внешнее питание. Но у нас, поскольку они подключены к уличному освещению, то работают все сниженные время суток только. День светофора – это повод напомнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. За проезд на запрещающий сигнал предусмотрено административное наказание в размере 1000 рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 5000.